Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала! Эту встречу я решил назвать Не зная броду, не суйся в воду! Стефан Салатино Что он пишет? Привет из Сербии! Это хорошо, что в Сербии есть последователи Итак, вот как раз Не зная броду, не суйтесь в воду! Пожалуйста, посоветуйте По вашей книге я голодал на воде 18 дней Только вода, ничего больше По вашей книге, а я советую начинать не с 18 дней Возможно, это там было Вначале надо изучить реакции своего организма Начать одно голодание 24 часа раз в недельку Изучите свой организм Так, ладно, дальше При разговении после 18-дневного голодания Я делаю все, что написано в книге Отлично! Я пила, это значит, женщина пишет Морковные соки в первые 5 дней Ела только фрукты, сыры и овощи А на шестой день запекла в духовке молодую картошку И посолила Наверное, большая ошибка Опять-таки, вот к чему я вам все это говорю Я вам говорю не просто так Вот что-то я вам сказал и так далее Лишь бы, знаете, говорить Я вам говорю то, что важно Важно для вас Если бы вы начали вот так вот голодать И потихонечку подготовили свой организм Узнали реакции его на вход в голод На проведение голода На выход из тех или иных продуктов То у вас было совсем другое бы дело А когда, вот я так понимаю Сразу 18 суток Может раньше и меньше было Выход Человек думает, что после 18 дней 6 дней на шестой день уже Выхода можно там есть и так далее На самом деле там процессы Идут полным ходом То есть 18 дней вы входили туда Запускали определенные процессы Далее, далее же Вот этими свежими соками Фруктами, овощами, сырыми Вот это все Это все еще дальше поддерживается Дальше идет Организм работает И тут только бац Молодая картошка И вот эта вот соль Соль затормозила все Итак, после той трапезы У меня распухли ноги и лодыжки В них скопилась вода Значит смотрите Я по ходу действия сразу объясню Когда человек начинает голодать Он замечает, что у него Учащается мочеиспускание С чем это связано? Это связано с тем, что Организм приводит себя В нормальное состояние И в первую очередь Выбрасывает Лишнюю воду И соль, которая ее держит Он себя уравновешивает То есть слишком много в нас соли Которая нас буквально таки консервирует Когда мы так вот обычно питаемся Мы этого не замечаем А вот голод сразу же показывает Лишняя вода ушла То есть он нормализует наш организм И выводит лишнюю соль А тут мы ее только опять дали Даже небольшое количество Небольшое количество Когда я особенно всем этим делом занимался То никогда я не солил пищу Помню, был у меня такой период И если чуть я посолю что-либо Такое впечатление у меня создавало Что знаете, я принял Ну чуть ли не килограмм соли Вот так вот организм реагировал на это То есть соли была достаточно поваренной В тех продуктах, которых я ел И не надо особо и солить Это важно понимать Поэтому мы все ходим какие-то адутлы Содержим лишнюю воду Думаем, все это нормально На самом деле Все это лишнее И так в них скопилась вода Я тяжело дышал Я чувствовал высокое артериальное давление Даже в области шеи И тяжесть в легких Артериальное давление и так далее То есть в организме Как бы сказать лучше Так как удерживают воду То на голоде, грубо говоря Организм так сделал Что осталось столько воды Для нормальной жизнедеятельности Что ее легко качало сердце Как только соль прибавилась Для того, чтобы ее разбавить Это вот очень важно понимать Для того, чтобы разбавить ее И довести до некоторой нормы В организме Набирается вода И эта вода, естественно Объем крови увеличился Увеличился объем крови Нагрузка на сердце Нагрузка на сердце Значит Надо поднимать артериальное давление И за этим все-все-все пошло Плюс еще отеки на ногах Влияла ли соль на мой организм Тогда Вы теперь вот убедились Опять-таки Не исследуя реакции Своего организма На выход из голода На те или иные продукты В том числе и на соль Если бы вы, допустим Раньше, грубо говоря Трое суток бы поголодали А потом там вышли Три дня выхода И, допустим, на четвертых бы Съели что-нибудь салютное И почувствовали реакцию Вы бы уже это не сделали На 18-й день И перенесли это все гораздо легче Но у вас отложился бы опыт Что этого делать нельзя Вот так вот соль повлияла На ваш организм Второй день подряд Одни и те же симптомы Да, все набралось И все это стоит Пожалуйста, посоветуйте Что делать Я увеличила ежедневное Потопление воды И перестала солить пищу Значит, я мужчина 30 лет Я думал, женщина Рост 170 И вес до голодания 101 Сейчас вешу 90 кг После 18 дней на воде Раньше я часто ел фастфуд И мой организм, вероятно, очень токсичен У меня уже два раза опухоли ноги Но я не ожидал, что это произойдет На шестой день После разговения на воде Заранее спасибо Привет из Сербии 30 лет мужчины Питался фастфудом Естественно, там Накопилось всего Достаточное количество И как-то организм Так как фастфуд Пища где-то там Соленая будет Там вот, как бы сказать Периодически Накапливалось соль Потому что при росте 107 сантиметров Вес был до голодания 101 кг То есть это не столько там Жир Это больше какая-то, знаете Водянистая масса То есть рыхлое тело С водянистой массой Значит, за 18 дней было Голода было убрано 11 кг Вот Все вроде как Нормальненько Хорошо То есть это как раз Ушла вот эта вот Ненужная Лишняя вода И тут Значит, вот Опять Соль Которая Которая Задержала воду В организме И еще раз Хочу сказать Вы приняли Соли Немножко И организм Для того, чтобы Эту соль Разбавить До нормы Которая должна быть В здоровом организме Он Кучу воды А вы еще там Добавляете воды Значит, как из этого Выходить Из этого Выходить Я здесь Сошлюсь На опыт Армстрона Когда Вот Происходила Задержка воды В организме Опухали ноги И Тут как-то Не сказано И переставало Выделяться Моча Очень важно Сейчас Запустить Мочеотделение Для этого Армстронг Рекомендовал Сделать Хотя бы Три Глоточка Своей Собственной Мочи Если есть Если Мочи Допустим Нету Можно Взять Мочу Любого Другого Человека Смочить Тряпочку Сделать Компрессик На Область Почек И Как Вот Именно Моча Запускает Работу Почек Как только Начинается Мочи Отделение Вы Значит Принимаете Там Несколько Глотков Своей Мочи Для того Чтобы Почки Заработали Тут Не просто Как бы Свет Вода Задержалась Просто Не пишется Об этом А возможно Остановилась Работа Почек И все Это страшная Вещь Начинает Вода Не выделяться Накапливаются Шлаки Идет Самоотравление И грубо говоря Прогноз Очень плохой То есть Вот так Арстронг Рекомендовал Можно Надеть Уриновые Носочки Хлопчатобумажные Хлопчатобумажные Носочки Смочить В любой Моче Мужчины Женщины Ребенка Старика Тут не важно Важно Запустить Мочи Надеть На Сверху Целлофанчик Сверху Значит Еще Допустим Носки Чтобы все Это держалось И обычно Часика Через полтора Два Начинает Идти Мочеотделение То есть Тут не столько Водой Надо как бы Постараться Пропихнуть Это все А вот таким Вот образом К сожалению Кому там Возможно Это не нравится Кстати Никакого Мочевонного Не применяйте А то еще Неизвестно Что там с вами Будет То есть Важно Еще разок Я вам говорю Вот свеженький Примерчик Важно Это Изучить Реакции Своего Организма На ту Или иную Оздоровительную Процедуру Чем мощнее Оздоровительная Процедура Тем Осторожней К ней Надо подходить И Изучить Ваши Реакции Организма На эту Процедуру Чтобы не было Вот таких Вот вещей Организма